Всем привет! Сегодня день несколько необычный. Необычный он тем, что мне довелось побывать на автодроме города Лиман. В том самом автодроме, на котором проходит знаменитая гонка 24 часа Лиман. Узнал я об этом совершенно случайно и самым обычным естественным образом. Я это услышал. Моя машина стоит припаркована где-то километра за 4-4,5 от места проведения гонки. И в 9 утра я просто услышал оглушающий рев моторов. Сначала не понял, что происходит, потом до меня начало доходить, что если я в Лимане, а что в Лимане может греметь, реветь, ну конечно же моторы участников гонки Лиман 24. Сначала я подумал, что сегодня проходит именно сама гонка, но потом начал искать в интернете и нашел, что сегодня проходит не гонка, а тестовые заезды. То есть участники тестируют свою технику, команды проводят окончательные какие-то настройки, ну может не совсем окончательные, но вы меня поняли, да, испытывают машины, так сказать, в боевом режиме. Ну и я был бы не я, если бы не попытался воспользоваться возможностью и не попытался бы туда попасть. Ну я просто пошел на звук. Шел, шел, шел. Меня гугл нафигатор вел через какой-то лес, вот через который я прошел. Здесь еще есть вот какой-то паркинг, надо понимать, для кемперов, да, и не только для кемперов. Ну в общем, не я один заинтересовался этим событием. Так что, людей было в принципе довольно много. Трасса очень большая, я немножко так чуть-чуть побродил, потому что ноги уже болят. Я пешком туда, мне пешком еще нужно назад вернуться. Собственно гонка будет проходить через две недели, а сегодня только тестовые заезды. Я немножко попытался видео поснимать, но, к сожалению, камеру я забыл в попыхах в машине. Поснимал немножко на телефон, но вы же понимаете, что телефон и камера снимают немножко как бы на разном уровне. Но маем-то еще маем. В любом случае, никакая камера не передаст и не даст того ощущения присутствия, которое вам подарит, ну, непосредственное присутствие на месте. Так что, если у кого-то есть возможность приехать на гонку, она будет проходить, по-моему, 15-го числа, 15-го июня, ну, где-то плюс-минус, как-то так. Обязательно приезжайте, это совершенно незабываемое явление. Машины, конечно, вблизи вам рассмотреть никто не даст, скорее всего. А может и дадут, не знаю. Но просто побывать на трассе, ощутить вибрацию воздуха и всего вокруг от проносящихся машин, от рева моторов, это совершенно непередаваемое ощущение. Кстати, забыл сказать, что вход на автодром даже в день тестовых заездов, платный, стоит 22 евро. Но, честно говоря, я бы пошел даже и за 42, и за 45, и за 50 бы пошел, потому что ничего более яркого, чем это событие в этом роде, в моей жизни, скорее всего, уже не будет. Вряд ли я попаду еще когда-то в Лиман, именно вот в такой день, и у меня будет время, или на Нюрнбург-ринге и так далее. Поэтому мне нужно было воспользоваться этой возможностью даже за 22 евро. Хотя по нашим меркам, по меркам Украины, 22 евро это как бы деньги. Я, конечно, понимаю, что существуют люди, которые посещают абсолютно все этапы гонок Формулы-1, и еще вдобавок к этому все ралли, весь чемпионат, тоже все этапы посещают. Но я, к сожалению, к таким людям не отношусь, поэтому надо было хвататься за ту возможность, которая подвернулась. Вот я и ухватился. Ноги отваливаются, капец, а идти еще километра три. Я вам сейчас вставлю нарезку тех моментов, которые я снял на видео. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Все будет файно. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот я уже съехал с той дороги Но все равно прикольно Проехаться на грузовике По той дороге По которой Давай ехай По которой Носятся Боевые Машины, прототипы И короче говоря, крутые пацаны